Мы в Чангмай приехали. Это второй по величине город после Бангкока. Так называемая культурная столица, то есть местный Питер. И вот уже первая достопримечательность – железный мост, Iron Bridge. Ну, как бы мост – мост. Но ширина улицы тут оставляет желать лучшего. Ну, а также в силу того, что, видимо, это культурная столица, граффити тут практически на каждом углу. Много сотен лет назад город решили обнести стеной для защиты от бирманцев, которые захватывали все подряд. К сожалению, впоследствии стена не помогла, и город был захвачен бирманцами, потом был отвоеван и стал частью Сиама. Но, тем не менее, вот остался канал, который окружает старый город, и остались остатки старой стены. Вот мы дошли до городских ворот. Тут вырезаны олени из кустиков. Вот идет стена. И вот въезд в старый город из нового. Сразу слева, буквально в 50 метрах, уже рынок Гейт Маркет, рынок Уворот. Вот тут еще напротив застряла ступа между домов. Ну, тут 300 храмов в городе площадью 40 квадратных километров. Рядом с рынком Уворот, вдоль дороги, вдоль реки, есть цветочный магазин, где можно купить подарок на 8 марта, как сегодня. От классических букетов до просто мешков цветов. Вот Анчанг Май, здесь и Бургер Кинг, и Макдональдс, и водители такси. Короче, Азии почти не пахнет. Вот, все для туристов, для европейцев. Тут растет раскидистое дерево, это тамариндовое. Наверху сидит мужик, залез на него, трясет ветку, и с ветки сыплется тамаринд в огромных количествах. Чанг Май встретил нас европейскими кафешками, толпами белых туристов. И, в общем-то, ничем больше интересным не встретил. То есть в городе, как и в других таких супертуристических городах, кроме европейских кафешек, ничего интересного, как правило, нет. Вот, что-то, естественно, горы. Горы, ландшафты, пейзажи, они находятся за городом. И не совсем понятно, зачем сюда едут столько народу. Общаться с европейской культурой, ну, это можно сделать и у себя дома. Походить по тем же шоппинг-моллам, по тем же кафешкам. Хотя предлагается много экскурсий, но они очень-очень стандартные. И там много-много народа. Так что мы едем дальше. До новых встреч!